Вице-президент США Майк Пенс провёл в Вашингтоне встречу с премьер-министром Молдовы Майей Санду и обсудил вопросы развития двусторонних отношений, пообещав нашей стране поддержку в построении демократии. Стороны обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики. Пенс вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединёнными Штатами нового правительства Молдовы и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ. Отмечается, что реформы в Молдове должны включать своевременное назначение независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости государственных учреждений, принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и проведение свободных и справедливых местных выборов в октябре 2019 года. Также Санду встретилась в Вашингтоне с конгрессменами и сопредседателями группы политической поддержки Республики Молдова при Конгрессе США Питом Улсеном и Дэвидом Прайсом. Она поблагодарила группу за помощь, оказываемую молдавскому правительству, и отметила важность поддержки в борьбе с коррупцией и возвращении к демократическим процессам. Майя Санду заверила, что молдавское правительство твердо намерено восстановить демократию в стране. Правительство обязалось демонтировать систему, созданную бывшим режимом, бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать правосудие. Люди должны знать, что справедливость восторжествует, отметила премьер. В свою очередь, конгрессмен Дэвид Прайс заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Республику Молдова. Он также отметил, что необходимо доказать, что в области демократизации достигнут заметный прогресс, а местные выборы, которые состоятся в октябре, должны быть свободными и справедливыми. Отдельной темой дискуссии стали территориальные проблемы Республики Молдова. В этом контексте премьер-министр высоко оценила постоянную поддержку США в вопросе вывода российских войск с территории Республики Молдова. «Пока политического решения Приднестровской проблемы нет. Однако мы не допустим решения, которое будет сохранять Молдову в серой зоне. Мы хотим иметь возможность продолжить западный путь без какого-либо вмешательства», — заявила премьер. Майя Санду совершает с 18 по 19 сентября официальный визит в Соединенные Штаты Америки. Это ее первый визит в США в качестве премьер-министра.